тема сегодняшней лекции это собственно обзор я вот решил для тех кому особо не терпится например узнать что это за язык такой вот открыть страницу на сайте learn x in y minutes там есть отдельно для луктока свой подраздел вот я предлагаю просто пробежаться для начала по этой странице и в целом как бы получить общее впечатление от языка и более подробно мы будем в следующих следующих лекциях разбирать включая прием проектирования сайт например learn x in my minutes для меня очень полезно этому много интересных узнал языков программирования общая говоря именно так очень интересует даже начиная со школы вот и появление такого сайта он где-то лет пять назад появился был очень таким полезным моментом и так значит что касается луктока где x то есть learn x in my minutes где x это лукток лукток является объектно ориентированным логическим языком программирования которое и расширяет и использует пролог и современные средства инкапсуляции методы повторного использования кода для того чтобы создавать декларативные программы и улучшать их свойства он реализован в высоко уровнем виде кода и использовать современные стандарты пролога вот ну и как любой чистый объектно ориентированный язык программирования к ним относятся в частности вот тогда он поддерживает эти вот шесть основных принципов то есть все если на самом деле не полностью то есть вот если мы говорим о small talk и вот то потом в этом языке все является объектами это первое на второе программа представляет собой набор объектов которые друг с другом взаимодействует через посылку сообщений посылка сообщений то третий пункт до посылка сообщений является вызовом метода вызов метода можно передать параметр какой-то другой объект и в результате вызова сообщения появляется ответ это тоже объект таким образом программа на языке small talk да это вот такая вот конструкция в виде взаимодействующих объектов которые посылают друг другу сообщения и вот свое время когда small talk вот этот вот развивался выходили статьи там и реализации вот этих языков чистых объектно ориентированных принципе это кстати справедливо и для любых других объектно ориентированных языков программирования их в то время назвали актерскими языками то есть сидит некоторый режиссер перед сценой и дает команде артистом выполнить такую-то команду скажи что кто-то или счета в общем не таким образом получается что есть некоторые сценарии поэтому сценарию артиста играют некоторую постановку вот ну что касается локтоп да существует три основные операции первая операция это посылка сообщения объекту она обозначается двумя двоеточиями имеет два аргумента то есть операция является инфиксной то есть у него справа и слева есть аргументы слева соответственно это объект справа это сообщение которое мы этому объекту посылаем второй есть бинарные сообщения которые мы посылаем к самому себе то есть просто с левой стороны у нас нет аргумент твоим он подразумевается self как в любом другом объекте ориентированном языке программирования в локтопе есть обозначение объекта которому посылает сообщение внутри реализации методов здесь правда таких обозначений два self и this используются они в зависимости от того каким образом скомпонован скомпонован был объект ну и значит третий вариант тоже бинарного сообщения то есть он это супер колл то есть он посылается некоторый объект посылает сообщения в родительскую как бы часть реализации ну вообще говоря две последние два последних вида сообщения 2 последних оператор они естественно одноаргументные но надо так скажем подразумевать что там вот этот self присутствует первое свойство который отличает значительно локтоп от других языков логического объектно ориентированного логического программирования стоит том что его надо запомнить записать к себе или как-то там пометить что свойства объекта то есть объектом является некоторая сущность представляющая собой инкапсуляцию то есть свойства объекта зависит от того в каких отношениях он находится с другими объектами это только чисто прологовская интерпретация то есть в обычных языках программирования скажем свойства определения объекта там или класса зависит от того какие там ключевые слова используются да и конструкция у нас построена здесь же именно каких отношениях находится объект который мы значит задаем ну и вот есть различные виды объектов это вот объекты протоколы категории и вот эти все их в том числе классы но класса как такового нету то есть это объект с определенными свойствами находящимся находящимся в отношении с другими объектами и классами определенных отношениях вот это все является объектами первого класса то есть их можно например ретроспективно использовать внутри программы то есть узнавать информацию о том вообще кто они такие в каких отношениях состоят и тому подобное и вот набор отношений между объектами задают как раз шаблоны повторного использования кода ну и также определяет роль которая играет эти все сущности то есть они все одновременно получают некоторую роль и какие-то определенные свойства например класс это именно шаблон по которому создаются объекты классы могут последоваться то есть они могут находиться в отношении например inherit ну вот он приводит пример что экземпляры классов некого объекта находятся в отношении с другими объектами выполняющими роль данном случае классов вот отношение extends задает между двумя объектами отношения что некоторые объекты является расширением другого объекта это свойство и взаимоотношения но реализуется например таких языках как и java script то есть пролог поддерживает два вида иерархии объектов или иерархии наследования это правильно говорится первое это как раз и более часто используемая это как раз иерархия прототипов как в java script и если хотите можете задать иерархию классов создавать классы и генерировать экземпляры на лету их например можно модифицировать если хотите как в пайтоне например очень довольно мощный гибкий язык программирования но для того чтобы им пользоваться действительно нужно очень хорошо знать язык программирования про лог и иметь богатый достаточно опыт реализации различных проектов я как правило на сайте в первой лекции я буду сказать то есть я как правило его используют для решения задач распознавания для синтеза кусков программного кода реализующих то там программные объекты информационных систем то есть очень и очень удобно именно им пользоваться для решения задачи ладно первым делом покажем определение объекта на значит объект он инкапсулирует определение предикатов и различные определения ну другие определения другими определения на мир является задание того является ли ваш функция да если ваш там функция нет в прологе да то есть ваш предикат ваш метод является ли он например публичным вот и специальное определение public называется В отличие от языка Java, например, один из файлов исходного кода с расширением LGT может в себе содержать любое количество таких определений. Вообще говоря, пролог, он тоже следует традициям логтока, в логтоке, например, вообще нет такого понятия программы. В качестве программы выступает текстовый файл, разделенными двумя восклицательными знаками, кусочками, так скажем, текста, их называют чанками. Вот эти чанки грузятся и в результате в имидже, то есть в памяти машины, создаются необходимые объекты путем выполнения запросов к интерклассу. Здесь идея примерно такая же, то есть есть текст, и к этому тексту еще прилагается загрузчик. И, скажем, объекты разделили на несколько текстов, и эти тексты последовательно вы грузите, и в конце концов у вас получаются некоторые конструкции в памяти. Но это, в принципе, также поддерживает и сопроводоператор Predicat Consult. Вот, значит, для того, чтобы создать объект, нам нужно выполнить несколько деклараций. Вот первая декларация, вот так вот, то есть 2.4-object, она создает объект, который называется list. То есть list, значит, так как он с маленькой буквы написан, он представляет собой идентификатор, точнее терм. И этот терм у нас будет в контексте вот этой объектно-ориентированной части пролога, он будет выступать в качестве глобального идентификатора. То есть по нему мы идентифицируем наш этот объект. Значит, в этом объекте list инкапсулируется один метод member. У него два аргумента. То есть вот первый аргумент, второй аргумент. Значит, перед ним присутствует декларация, которая говорит о том, что двухаргументный member у нас будет публичным методом. Ну и декларация заканчивается end-object. Есть несколько разных конструкций, которые аналогичным образом задаются. Ну и как правило, вообще говоря, это object. Для того, чтобы скомпилировать и загрузить исходный файл, нам достаточно выполнить такую syntax-sugar конструкцию. Хотя, сразу надо сказать, если вдруг вы будете заниматься прологией решением задач семантического веба, то, в частности, там оператор mer2.2, он тоже активно используется, как вот этот оператор. То есть надо будет определенным образом там некое противоречие решать. Ну, если кому интересно, я потом покажу, как это делается. В общем, вот мы грузим нашу локток программу, то есть файл list.lgt. И потом можем делать запросы. Например, мы нашему объекту посылаем сообщение. Здесь я обращаю внимание, что этот лист является именно таким чистым элементом. То есть мы программируем, например, на Java. Мы всегда сначала программируем, создаем класс. Потом от этого класса создаем экземпляр. Даже если у нас всего один singleton, да. А здесь вот этот singleton, но он никакому классу не принадлежит. То есть он сам по себе объект. То есть можно понимать его, как некоторый экземпляр, там, не знаю, класса object. Со своими вот этими дополнительными методами. Вот. В общем, вот мы можем сделать к нему запрос. То есть вот этот лист с маленькой буквы, да. Потом посылаем сообщение member, передаем ему в качестве второго аргумента список. Ну и ожидаем, что мы получим некоторое значение в x. Ну и результате интерпретатор выдает x равно 1, x равно 2, x равно 3. То есть вот здесь ничего особенного по сравнению с прологом, да, тут не появляется. Вот. Кроме инкапсуляции. Ну то есть при помощи инкапсуляции и вот этих вот деклараций области видимости мы можем реализовывать внутри некоторые функции, выводить их наружу при помощи вот этих вот предикатов публичных. То есть в данном случае member достаточно простая конструкция, но мы можем что-то там внутри замутить более сложно, и это все скрыть внутри вот этого объекта лист. То же самое можно сделать при помощи модульной структуры пролога. Сразу оговорюсь заранее. То есть если вы не хотите локток использовать, все равно можно каким-то образом областью видимости манипулировать. Значит, во время инкапсуляции мы можем использовать декларацию public, protected and private. Значит, если... То есть тоже имеет смысл записать или запомнить. То есть если для предиката есть декларация, что он либо public, protected или private, то отсутствие реализации этого предиката ведет к тому, что... Ну, там, в зависимости от версии локтока, он же язык развивающийся, нам выдаст сообщение, что мы не реализовали этот предикат. Так? Либо запрос является ложным. Ну, по стандарту ИС-Апролога. То есть если пролог не может вывести результат истинный, он пишет ложь. Значит, кроме вот этих трех, публичного, защищенного и приватного, есть еще имплицитная, то есть неявная декларация локальных предикатов. То есть это предикаты, которые по сути являются приватными, но если, скажем так, они отсутствуют в этом определении, и мы делаем запрос, ну, например, в скоп, в точе локал, то нам на экран выдается сообщение о том, что такого предиката просто нет. То есть локальные от приватных отличаются только тем, что в приватных предполагается их наличие, а по поводу локальных мы не имеем никаких определенных предположений о том, что делать в случае, если этот предикат отсутствует. Ну вот, тут пример, у нас вот два реализуется, да, предиката bar, который является приватным, и вот если мы делаем запрос scopes.bar, да, ну и вот тут его еще перехватываем, то нам выдается сообщение о том, что у нас нет разрешения запускать этот bar как метод объекта, потому что он скрытый для внешних пользователей. А этот же вообще, в принципе, да, говорит о том, что это сообщение, о том, что такого предиката вообще не существует. Но внутри реализации, скажем, bar, мы можем использовать local и, ну, как приватный предикат. То есть вообще без проблем. Это, кстати, очень удобно. То есть в языках объекта ориентированного программирования у нас, если нет декларации к некоторому методу или полю, то он предупреждается приватным. Здесь же он как бы вообще не существует. Смотрим далее. Вот если мы делаем запрос к методу, да, то есть к объекту с методом, который там, в принципе, о нем вообще ничего неизвестно. То есть нет ни определений, ни декларации относительно него. Здесь примерно то же самое определение. То есть та же самая ошибка выдается. Дальше мы можем определять интерфейсы. Ну, вот, типа, сущностей, да, если мы с явой сравниваем, которые определяет интерфейс. В данном случае LogTalk следует современным тенденциям развития объектно-ориентированных языков программирования. Ну, например, Rust, да. То есть в Rust тоже нет понятия интерфейс, но есть протокол. Ну, здесь вот это как раз реализуется, так сказать, в стиле Rust. То есть можем создать некоторый интерфейс-лист P, ну, P на конце, да, указано то, что термо определяет протокол. И говорим о том, что в этом протоколе, ну, или в этом интерфейсе, да, по сути говоря, есть двухаргументный публичный метод member. Ну, и заканчивается декларация end-протокол. Ну, и наш новый, точнее, не новый, а старый объект-лист, мы можем определить ее следующим образом, что вот у нас задается объект-лист, он находится в отношении с лист-п таком, что он реализует этот самый протокол. В протоколе мы можем только декларировать что-то, да, то есть существование некоторых предикатов. Там же, кстати, в декларациях в LogTalk есть специальные конструкции языковые, то есть они не выносятся за рамки языка, как, например, язык Java, то есть конструкции, которые позволяют документировать достаточно подробно сам метод, то есть сам предикант, его аргументы, возможные шаблоны использования этих аргументов, и, в общем, довольно широкий класс декларации можно использовать для того, чтобы довольно выразительно это все представить. Значит, вот мы создали список, который реализует лист P, и здесь реализацию собственно создаем. Значит, таким образом мы можем не задавать внутри нашего объекта декларации о том, что мембр публичный. Ну и плюс все утекающие, так скажем, свойства из того, что мы можем создавать объекты, реализующие некоторые протоколы, то есть обеспечивать даже, скажем, некоторый имплицитный класс, то есть множество объектов, обладающих одним свойством, то есть реализующих один и тот же протокол, и каким-то образом совместно использовать эффективно. В процессе вовлечения наших объектов в отношения мы можем менять область видимости. Ну это, в принципе, аналогично тому, что в Java есть. То есть мы можем сделать приватными все паблик определения лист P, если мы, например, реализуем стэк. Не знаю, почему тут это нужно, но идея такая реализуема. Иерархия прототипов. То есть если объект не находится в отношениях быть экземпляром, да, инститейшн и специализации это отношение между категорией, сколько я помню, то такие объекты взаимодействуют, ну или как бы находятся друг с другом в иерархии прототипов. И один объект может расширять свойства другого объекта. Вот на этом здесь пример вот есть. У нас есть некоторый Клайд, у него публичный цвет серый, да, и у него четыре ноги. Мы это все про него можем узнать. Вот, а есть Фред, который является частным случаем Клайда, ну или его расширением, да, лучше так сказать. Но он все то же самое, четыре ноги, только цвет у него белый. Да, мы тут задаем два слона, да, это какой-то мультик известный в Италии. Разработал Smalltalk один итальянец, первая версия в 1999 году вышла, но версия, которую уже более-менее можно было использовать, это 2009 год. ну вот, теперь можем к Фреду сделать запрос дай мне количество ног в переменную N, вот он четыре, цвет такой-то. Значит, сообщение к объекту можно выполнить в том случае, если оно определено, ну то есть задана у него вот эта область видимости, как минимум, да, иначе мы не можем послать им сообщение, то есть нам выдается вот это сообщение existence error. То есть есть некоторые вопросы существования этого объекта. Ну вот, пример, пусть у нас задан некоторый объект фу, у него декларирован класс bar, и вот мы на самом деле можем к нему сделать запрос, то есть мы можем сделать запрос, но в результате мы получаем no, потому что истинность бара мы вывести не можем, потому что он просто не задан в данном случае. Но если мы делаем к нему запрос бас, да, про бас вообще ничего неизвестно, он задает на экран existence error. И вот такая модель она как раз реализует так называемый close world assumption, то есть предполагаем, что наш мир замкнутый, то есть лукток может получить истинность некоторого высказывания только на основе тех фактов, которые в системе имеются. На самом деле конечно это может быть и не так, но другого способа вывести нет, потому что мы должны задавать всю информацию для того, чтобы в нашем предметной области получать конкретные нужные нам результаты. Если же мы не все задали, соответственно, мы можем и не все результаты получить. Значит, иерархия классов. И чтобы задать иерархию классов, в Roptalk используется вот такой набор объектов. Давайте пойдемте снизу вверх. То есть мы хотим создать экземпляр некоторого Джона. В смысле не экземпляр Джона, а Джон это экземпляр человека. То есть он находится между классом Person. То есть вместе с классом Person он находится в отношении InstantAce, то есть он является экземпляром класса Person. Вот для него мы можем задать значение ну некоторые свойства получается в виде предикатов с основными термами. то есть Джон у нас обозначает некоторый объект и число 12 обозначает тоже некоторый объект. То есть имя Джон ему у него возраст 12. Значит что такое класс? То есть это объект который находится который является экземпляром мета класса и внутри нашего класса мы как раз можем задать декларации то есть что речь существует у нас методы предикаты речь одноаргументный и name одноаргументный ну и также можем задать общее свойство по умолчанию например если мы создаем экземпляры и не указываем возраст то получаем возраст будет 42 теперь нужно определить что такое мета класс то есть класс классов то есть мета класс он находится сам с собой в отношении быть экземпляром то есть получать все в природе кто канале в какой-то конкретной программе существует всего один мета класс вот этот мета класс задает публичный метод new который создает объекты мы можем заметить что в отличие тоже java объект на паскале практически любых других языков программирования мы можем создавать какие-то собственные конструкции создающие экземпляры назвать их не только там new а еще как-то по-другому ну и автоматически мы можем например реализовывать такие компонентные конструкции как фабрики классов то есть там не нужно ничего придумывать мы просто можем создавать методы внутри классов методы мета классов порождающие нужные нам объекты с нужными нам свойствами вот в данном случае создается предикат new который создает динамические объекты то есть помещает их в инстанс эти динамические объекты наследуют то есть находятся в отношениях инстантист то есть даже не наследуют они являются экземплярами вот этих всех классов предикат self он встроенный в логток он возвращает экземпляр объекта к которому было отправлено сообщение в данном случае экземпляром является этот вот person ну если мы там где-то использовали person create object потом еще кто-то и так далее вот create object это еще один из способов создать объект то есть один из способов это собственно декларировать его виде такой конструкции второй способ это вот именно выполнить такую конструкцию здесь у него много разных параметров мы их тоже потом посмотрим но я обычно им не пользуюсь потому что в логтоке принята такая концепция раз мы имеем дело с теорией теория вообще грета некоторая такая статическая конструкция то есть у нас есть описание ограничений да грубо говоря и вот их в этих да есть какие-то факты и вот потом из этих фактов в этих ограничениях мы получаем новые свойства об этих фактах то есть не предполагается что эти факты еще откуда-то генерируются ну естественно если мы будем использовать только такую парадигму да такую концепцию то мы автоматически ограничиваемся в количестве объектов например с которыми можем манипулировать то есть такие задачи как например порождение исходного кода или там порождение каких-то конструкций по каким-то описаниям мы выполнить не сможем но вот для того чтобы и обеспечить программисту вот такие возможности дополнительные то есть создание новых объектов вот как раз и есть предикаты типа create object то есть это предикат для динамического создания объектов ну то есть таким образом видите мы получается при помощи такой вот конструкции создали объектно ориентированную систему программирования с иерархией классов ну и дальше можем ее каким-то образом развивать ну вот пример создания новых классов динамических то есть обращаемся персон говорим что создай нам инстанс то есть экземпляр класса персон и здесь мы к нему определяем метод то есть его будут называть паулу паулу это имя разработчика локтока ну и в результате он создает объект у 1 то есть это глобальный символ получается то есть прологи нету хотя нет почему прологи есть глобальный символ правильно просто они не является то есть не используется в не в а отдельно от предикатов там или функторов здесь вот у 1 это просто сам по себе существующий термин можно его грубо говоря понимать как глобальную переменную хотя на самом деле это очень далеко от истины ну дальше у 1 мы можем сделать запрос name вот вот name паула соответственно возраст 42 а у джона то есть джон это статический экземпляр да то есть внутри программы задали у него тоже возраст можем запросить между статическими динамическими предикатами разница только в том что динамически мы можем удалить из памяти ну и мы даже можем динамически создавать добавляя еще чего-то к ним включая декларации там в общем практически все вот но когда мы работаем с динамическими объектами у нас вот компилятор языка смолток у него нет никаких предположений о том как мы можем оперировать оперативной памятью занимающими вот этими объектами категории вот это необычная такая структура хотя надо сказать что в разных языках программирование типа Python например они тоже используются вот если кто вдруг на Python программировал более-менее профессионально есть такой прием с использованием mix-in то есть в Python есть множественное наследование и вот когда в общем в каждом множественном при использовании множественного наследования всегда возникает вопрос с тем как значит мы смешиваем свойства разных наследуемых классов и вот один из способов как бы использовать множественное наследование но при этом не париться например приходящими полями от других с разных сторон да с разных классов это как раз миксины то есть миксином является класс не включающий в себя поля какие-то то есть он не хранит состояние там просто такие какие-то реализации методов находятся так вот категория это как раз аналогичная конструкция и она является также противоположностью протоколу то есть протокол у нас задает то каким образом мы можем взаимодействовать с объектами да категория задает набор методов то есть набор взаимодействий которые имеют в некотором контексте какой-то определенный смысл потом мы вот эту категорию да то есть эту конструкцию с реализованными методами добавляем в конкретный объект да и вот эти методы начинают взаимодействовать с методами объекта и получают необходимые как бы основу для их реализации таким образом мы можем как бы задавать для разных объектов принадлежащих разным классам или там разными ветвям иерархии наследования какие-то общие свойства я потом в своих программах тоже покажу как это довольно интересно можно сделать но правда использование категории требует от разработчика такой вдумчивости то есть мы должны продумывать и вот и так прикидывать у нас вот есть несколько разных объектов и вот каким образом мы между ними можем то есть какое именно общее свойство можем между ними найти чтобы выделить в отдельную категорию почему не использовать общую иерархию наследования то есть где-то в общем классе создать вот эту вот общую функциональность ну почему потому что существует вот эта вот проблема которая называется fragile classes когда модификация реализации какого-нибудь метода где-то вверху иерархии то есть ближе к корню ведет к тому что реализации или как функционирование методов дальше которые наследуют эту функциональность она начинает ломаться то есть это вообще говоря прием компонентного проектирования ну так вот значит вот что получается мы задаем протокол который определяет свойства двигателя у автомобиля то есть мы можем задать референс ну да именно это имя да объем двигателя количество цилиндров мощность в лошадиных силах наверное количество свечей ну или что-то там подобное хотя оно должно совпадать с количеством цилиндров естественно ну и какое горючее мы используем то есть это описание того как мы описываем автомобили да вот теперь можно задать категорию классических автомобилей то есть реализует вот этот вот протокол конкретный то есть классические автомобили вот у них вот такое вот обозначение мощь емкость двигателя значит два два десятых кубических литра ну хотя бы кубический литр литр короче шесть цилиндров скорость вращения там задано да и 94 лошадиные силы еще какие-то параметрии просто не не специалист в этой области ну и соответственно используем бензин для питания то есть это классический автомобиль дальше мы можем создать новую категорию спортивные автомобили как расширение классической то есть между категориями существует иерархия наследования прототипов ну и так далее то есть тут а ну тут как раз момент интересный впервые встречается вот в этом тексте что мы можем определить мощность через унаследованную мощность то есть вот эти два уха будем так называть их да они выражает запуск хорспауэр унаследованные от категории то есть к этому хорспауэр здесь мы получаем значения вот этих переменных для этих переменных и дальше их пересчитываем что спортивный автомобиль то есть что вообще здесь написано да спортивный автомобиль это автомобиль у которого мощность двигателя примерно в одну целую две десятых раза больше чем у классического и аналогично скорость но скорость вращения при этом являя 0.7 вот классического ну и дальше например мы задаем объект мер седан он у нас относится к классическим автомобилям и коуп является спортивным автомобилем конец объекта тут нечто такое специфическое специфический прием программирования используем при помощи категории то есть мы можем взять некоторый неправильно реализованный объект баги да и его отремонтировать то есть мы создаем к нему патч ну то есть какую-то новую реализацию для п вот этого я тут не буду в подробности усматриваться ну и потом загрузить его и потом отремонтированный уже п будет работать немного по-другому но для этого используется отношение комплимент то есть дополняет баги объект то есть смотрите у нас есть объект ну какая-то инкапсуляция и мы ее ремонтируем при этом нам не нужно первоначальный текст с ошибкой перекомпилировать но это уже такая особенность программировать ну и вот это вот одно из очень интересных свойств локтока это параметрические объекты и процессе так скажем использование его как инструмент в своих задачах я его очень активно использую параметрические объекты позволяют не создавать экземпляры а просто решать задачи вот рассмотрим пример то есть у нас есть объект это окружность у него есть радиус и цвет ну или круг да в данном случае ну или какая разница в принципе да то есть это не просто круг какой-то да а вот круг с этими двумя параметрами и вот этот вот почерк радиус и почерк color я обычно правда использую почерк с левой почерк справа ну так красивее вроде да получается они являются глобальными переменными внутри вот этого описания то есть их можно там использовать ну и вот какие запросы мы можем к геометрической фигуре сделать да то есть узнать ее площадь узнать ее периметр и вот площадь то есть переменную area да у нас помещается значит площади это что такое это r в квадрате умноженный то есть pr в квадрате r это радиус вот для того чтобы взять первый аргумент это один из способов доступа к этим вот параметрам нашего параметрического объекта значит первый вариант это по номеру то есть берем параметр номер 1 и его значение помещаем в локальную переменную радиус ну и дальше ее используем то есть вычисляем площадь мы аналогично вычисляем периметр у нас есть радиус умножаем на 2p и вот теперь можем сделать запрос смотрите получается у нас есть объект circle с радиусом 1.23 голубого цвета и мы вычисляем у него площадь видите это параметрический объект и вычисляем то есть вот эта конструкция она не является динамической то есть мы не создаем экземпляр класса так мы ну просто делаем вычисления над вот этим термом но в стиле объектно-ориентированным мы можем задавать набор фактов например сокол такой-то сокол такой-то такой-то и потом уже например найти все площади всех вот этих вот кругов так и собрать их в areas вот такой вот запрос ну find all кто про лог знает он знает что это такое ну вот эта конструкция она просто нужна для того чтобы корректно обрабатывать множество фактов созданных из вот этих объектов именно обращаю внимание на то что это не факты про лога а факты лог тока ну вот еще одна конструкция тоже удивительная реализующая программирование основанное на обработке событий вот событием является посылка метод то есть когда один объект посылает сообщение другому объекту вот эти сообщения можем перехватывать для этого мы должны определить объект например будет называться трейсер вообще говоря вот эти все конструкции вот этого определения они находятся в специальной библиотеке там ее еще подключить надо ну либо она там автоматом подключается вот у нас трейсер он реализует протокол мониторинг вот декларации инициализация это что-то вроде конструктора то есть мы это сам по себе объект мы его по идее можем каким-то образом еще инициализировать то есть не просто задав значение предикатом как мы раньше делали но и запустив какие-то другие функции вот мы определяем что он будет перехватывать у нас сообщения и вот здесь у нас два вида перехвата первое это перед тем как сообщение будет дослано до объекта то есть какой-то объект такому-то объекту послано сообщение таким-то объектом и вот можно на экране написать что такой-то объект такому-то объекту послано такое-то сообщение таким-то объектом да и аналогично значит после того как у нас получилось получился результат мы можем этот результат перехватить тоже на экране написать ну вот к нашему листмембер мы можем задать перехват в результате когда мы пытаемся найти экземпляр элемент некоторого списка да вот выдает на экран что мы вызываем мембер с такими-то значениями так и в результате у нас появляется ответ вот такой-то на самом деле мы можем разобрать кусочки там взять посмотреть вот эти все значения этих переменных и здесь у нас по умолчанию всегда истинная да то есть этот предикат истинный да получается всегда если мы здесь напишем в конце ложь то это вот скажем автор это создаст прецедент перезапуска перепосылки этого сообщения заново к объекту объекту object например с целью получения каких-то новых какого-то нового ответа удовлетворяющего какому-то дополнительному условию ну например можно здесь написать что проверить не является ли второй аргумент у нас четным и вот так если четный то тогда пропустить ответ если нечетный то соответственно перезапустить то есть найти следующий четный элемент вот ну и языка также коснулась необходимость его каким-то образом приставить в виде какие-то какие-то свойства функционального туда языка добавить вот в частности в локтоке есть возможность обрабатывать джисон таким образом то есть была некоторая структура так и мы потом к этой структуре добавляем какой-то элемент получаем новую структуру ну как в языках email там в lispy делается вот ну я эту обычно не использую такие конструкции может быть не дороже еще до этого вот ну и соответственно как любого языка функционального программирования можно создавать лямбда выражения это кстати в библиотеке реализовано отдельно просто это не какой-то синтаксис отдельный а вот просто существует инфиксное выражение которое интерпретируется как ну обращение к функции ну и в заключении еще одна очень абстрактная конструкция похожая на ну как преследующая цель реализовывать те же самые сервисы как и шаблоны в мир в языке си плюс плюс шаблоны там в хаскеле или специальные функции в языке иди которые на восклицательный знак то есть операторы типа right land это вот макросы то есть при определенных условиях то есть объект находится в определенных отношениях вот с какими-то объектами то можно в процессе компиляции создавать из исходного кода программы другой исходный код и этот код уже компилировать как объект ну таким образом можно по сути говоря расширять набор декларации в этом языке вот такой вот интересный язык программирования что автор Паула Мора новый вот и на следующих лекциях мы будем более подробно уже рассматривать примеры по каждой конструкции вообще курс состоит из двух основных частей значит первое это вот знакомство с синтаксисом семантикой прагматикой самого языка значит если есть какие-то затруднения с прологом у меня на ютюбе есть курс лекций по прологу там значит базовая основа и работа со списками решения например задач поиски в пространстве состояний насколько я помню да с предпочтением есть методические материалы если хотите я могу естественно их вам выслать вот надеюсь было интересно вот и до новых встреч до новых встреч